На открытии выставки не только поклонники Рязанского художника, но и те, кто рука об руку прошел с ним большую часть творческого пути. Эту юбилейную экспозицию, состоящую исключительно из портретов, Виктор Агеев планировал еще при жизни. Задумку воплотили сотрудники Рязанского художественного музея имени Пожалостина вместе с родственниками автора. Дед действительно обожал то, что он делал. Даже несмотря на свое состояние, на свою травму, до последнего, до 23-го года, дед продолжал творить. Как уже говорили, он хотел написать портреты всех своих знакомых творческих людей и в какой-то степени ему это удалось. Да, к сожалению, он не завершил до конца, но тем не менее, что-то мы доимеем и можем этим наслаждаться и это наблюдать. Портреты были любимым жанром Виктора Агеева. Особое место в этой галерее, конечно, занимают женские образы. Они словно бы обладают какой-то особой выразительностью и тонкой передачей деталей, подчеркивают зрители. Я его знал, я вырос с его искусством, с его творчеством. Это такой классик социалистического реализма уже, такой прошедшего искусства. Но классик, классик, не просто так классик. Он и портретист шикарный, он и жанровые картины писал. Он один из немногих художников, которые такую производственную тему подавали через душу. Каждый из портретов имеет реальный прототип. Наследие Виктора Агеева в большинстве своем – это образы людей, с которыми художнику пришлось повстречаться. Запечатленные для будущих поколений при помощи кисти и масла на холсте или даже обычного карандаша на листе бумаги, они притягивают своим теплом. Сегодня друзья Виктора Агеева вспоминают автора выставки не только как маститого художника, но и как друга, а также помощника на творческом поприще. У меня была, по-моему, первая персональная выставка в Солодче, в музее Пожалуйста, и он приехал ее открывать. Он был заместителем Бориса Семеновича Горбунова, тогдашнего председателя нашего союза. Он посмотрел выставку, похвалил мои маленькие этюды очень сильно, посоветовал, что делать с большими работами реалистическими. Он объяснил мне, что их надо задумывать и писать несколько иначе, нежели чисто натурные репортерские вещи. И, в принципе, он несколько раз на меня сильно влиял, Виктор Викторович Агеев. Мы с ним дружили до самого последнего момента. На выставке представлены и автопортреты. Среди них особое место занимает тот, где художник в инвалидном кресле. Его автор назвал «Жизнь продолжается». Ведь, несмотря на все превратности судьбы, мечтать и творить Виктор Агеев продолжал до самой смерти. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Анатолий Ким. Писатель, публицист, член Союза писателей СССР. Вдобавок, он еще и художник. Неизменный почерк его работ – сотворение прекрасного мира силой художественного жеста. Именно его творчеству посвящен художественно-литературный проект «Странствие художников в прекрасном мире», который показывает книжное и живописно-графическое творчество мастера. Несмотря на то, что Анатолий Ким родом из Казахской ССР, его вдохновляли рязанские просторы. А вот я пришел поблагодарить вас за то, что ваша земля и вы своим живым почувствием, духовным окружением, контентом духовным, поддерживали меня от моих творческих начальников. В большей степени на выставке зрители смогут увидеть именно художественные работы Анатолия Кима. Живопись, акварель, графику. Но также, кроме изобразительного искусства, в Горьковке представлены и его книги. Среди них «Остров Ионы», «Море Подсолнухов», «Гений», «Отец лес» и другие. Благодарность автору директора библиотеки Наталья Гришина вручила ему памятные подарки. Слова, изложенные в благодарственном письме, пусть это у вас оставится на память для чтения. И небольшие книжные подарки. Рассказ о нашей библиотеке и издание, которое мы здесь приготовили вам в подарок дополнительных сведений о земле Рязанской. Может быть, что-то вы еще не прочитали о нас. На встрече художник рассказал, что благодарен Рязани, ведь именно этот город вдохновил его на создание части работ. Его пронзительные слова растрогали слушателей. В ответном слове Наталья Гришина отметила, такое говорят редко. Мы много слышали слов, но таких откровенных слов благодарности земле, вставшей вдохновительницей многих идей и образов, творчества, мы слышим редко. А вы их сказали. Спасибо за то, что вы наш настоящий русский, рязанский, корейский человек. Выставка «Странствие художника в прекрасном мире» пробудет в библиотеке имени Горького до 29 июля. Все желающие смогут увидеть работы мастера. Анастасия Арн, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». Икона «Страшный суд» – один из самых полных изводов апокалипсиса в станковой живописи 17 века. Визуально ее можно разделить на две части. Слева по правую руку от спасителя изображены святые, праведники и их души. Справа расположены бесы, грешники и падшие ангелы, которые спускаются в ад. Сама икона подсказала идею выставки. Дело в том, что это не первый выставочный проект в музее, который посвящен такому памятнику. Когда эта икона только была открыта и отреставрирована в центре Грабаря в Москве, выставка состоялась. Но эта выставка была сосредоточена вокруг отдельных персонажей эпизодов, включаемых в иконографию «Страшного суда». И позволяла зрителю просто поближе во фрагментах познакомиться с отдельными участками этого памятника. А вот нынешняя выставка – это такая сумма накопленного нами опыта за прошедшие, получается, 15 лет по изучению этого памятника и по включению его в общую историю древнерусского искусства. Западноевропейская и русская гравюра – деревянная полихромная скульптура и икона синодального периода. Разнородные произведения искусства помогают зрителю составить полное представление о стилистике и семантике влияний, которые отражены в «Страшном суде». Отдельное место в экспозиции занимают лубочные листы. Этот вид графики представляет собой изображение с подписью. Лубки отличаются простотой и доступностью образов. На этой камерной выставке они демонстрируют восприятие идеи конца света в народном сознании. Большая часть выставки посвящена собственной истории научной реставрации иконы «Страшный суд» и парной ей как тематически, так и по происхождению иконы «Воскресенье» «Сошествие в ад». В общем-то, вот так всесторонне изучить, понять и прочувствовать этот памятник было бы просто невозможно без помещения его в музейную среду, поскольку изъят он был в ходе экспедиции в 70-е годы в состоянии крайне плачевном. Живопись 17 века была записана слоем 19 века, а лифа совсем потемнела. И по большому счету сохранность этой иконы – это большая удача. А что касается введения ее в экспозицию самой камерной выставки, мы посчитали это излишним, потому что сама икона «Страшный суд» уже больше 10 лет занимает свое место в постоянной экспозиции древнерусского искусства. Экспозиция «Страшный суд» – это настоящее погружение в эстетику времени, которое, безусловно, станет увлекательным даже для искушенного экскурсанта. Выставка будет работать до 31 августа. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова